Вчера я был вместе с народным депутатом Колесниковым Борисом Викторовичем. Мы встречались с президентом нашей страны Петром Алексеевичем по вопросам, которые обсуждались в связи с перемещениями большей части ополченцев ДНР в город Донецк и невозможностью применять в городе штурмовую авиацию, тяжелую артиллерию при военных операциях. Население города сейчас в городе находится за минусом выехавших где-то более 900 тысяч населения во всех девяти районах. Эвакуировать невозможно и некуда. Необходимо в этих условиях обеспечивать их безопасность путем переговоров, путем на всех уровнях и решения этого конфликта. Со стороны президента были предложены, были предложения и гарантии провести следующий раунд переговоров. К примеру, в городе Светогорске с участием России представители ОБСЕ, руководство ДНР и ЛНР. Безусловно, то, что применялось в Славянске, в Луганске и в Краматорске, для города Донецка неприемлемо. С одной стороны, здесь очень много предприятий с непрерывным циклом. К примеру, остановка электроснабжения города грозит экологической катастрофой, потому что откачка воды с угольных предприятий, которые ранее были закрыты, которые сегодня функционируют, они буквально в считанные сутки будут затоплены, и все угольные предприятия, и вода выйдет на поверхность. Это один вопрос. Второй вопрос – металлургические предприятия. Остановка их, заказываются печи, там застывает металл, и уже восстановить это очень сложно и практически невозможно. Аналогично это касается и коксохимического производства. Коксовая батарея после остановки, она непригодна, ее нужно по новой переделывать, перекладывать. И еще один такой немаловажный вопрос – это завод резиново-химических изделий, где очень много взрывчатки. Поэтому те методы, которые применялись, они здесь неприменимы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok